Слава Украине! Вы знаете, на России начался тот процесс, о котором я уже рассказывал. Пошли, попискивая очень робко, попискивая, жаловаться родственники моряков, особенно срочников, которые пропали на крейсере Москва. Сначала это был одиночный писк какого-то попавшей, который там начал говорить, что а где же сын делся? Потом еще, еще, но все это робко, все это, знаете, так из-под шконки, они всего боятся, они боятся что-то потребовать от власти, они, понимаете, их убого выглядит вот этот, это даже не протест, это именно писк, писк убогих загнанных рабов, у которых нет прав, которые прожили всю жизнь в каком-то тоталитарном жутком обществе и которые боятся заявить, что у них украли детей. То есть, видно, что граждане Российской Федерации потеряли всякое человеческое лицо и всякое достоинство. Я себе представляю, если это было в Украине, да уже там все кверх дном бы летело. Нет, тут просто комариный писк. И что еще интересно, что пищать надо было раньше, когда у вас их в армию забирали. Вот тогда надо было пищать, надо было их прятать, надо было их хавать где угодно, выдумывать какие угодно отмазки и не идти в эту армию кровавых маньяков и убийц. Потому что известно, что Российская фашистская армия – это хуже вермахта на три порядка. Беспринцип не это. Понимаете, Российская армия – это одно большое СС. С вермахтом их даже нечего сравнивать. Это одно большое СС со всеми вытекающими. Посмотрите, что они творят в Украине. Вот. И теперь они начинают пищать, что, мол, где делись наши дети. А когда вы их в армию отправляли, вы не пищали? Вас все устраивало? Да, вы думали, что они пройдут по Украине там торжественным маршем? А срочники? Вам же говорили, что их на войну не отправят. Знаете что? Когда вы позволяете врать на выборах, когда вы закрываете глаза на творящееся беззаконие в вашей стране, не удивляйтесь, что вот это беззаконие в результате шандарахнет по вам. И да, семи миллионов вам не видать как собственных ушей. Это однозначно. Просто потому что... Ну, потому что рабам деньги не положены. Рабам положено работать. И в самом крайнем случае пропищать что-то на кухне. Потому что их обидят. Но очень тихонько и шепотом. Рабов в рай не пускают. Слава Украине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...